Летние каникулы Ивановского музыкального театра позади. За четыре месяца горожане уже успели соскучиться по своим любимым актерам. Долгожданное открытие 79 сезона состоялось 4 октября. Музыкальный театр отметил двойной праздник. Во-первых, начало нового сезона, который знаменует собой новый этап в жизни театра. Во-вторых, в этот день ивановцы смогли поздравить юбилеем заслуженного артиста России Владимира Канабиха. Любимцу публики исполнилось 80. Портрет Владимира Георгиевича в холле Музтеатра регулярно исчезает со стены. Поклонницы его таланта не могут удержаться от соблазна прихватить фото с собой. Сердцозрительниц Владимир Канабих покорил раз и навсегда. Те, кто его хорошо знают, утверждают, в жизни он такой же, как на сцене. Он такой же весельчак, он такой же шутник, он прекрасный семьянин, замечательный хозяин. На днях я к нему заходила, он стряпал пироги для своей любимой жены. И, наверное, ну не знаю, возможно, дочь приедет поздравить его с этим юбилеем. Он также был заядлым огородником. Знаем его как замечательного человека, как прекрасного актера, душевного, теплого, доброжелательного. И сегодня в такой прекрасный юбилей мы пришли с дочерью его поздравить, пожелать ему счастья, успехов в творчестве. Принимать поздравления Владимир Канабих начал еще задолго до выхода на сцену. Коллеги по работе то и дело подходили к артисту, чтобы поздравить ветерана Ивановской сцены. Он очень порядочный человек. В театре, особенно в наше время, очень трудно сохранить какой-то вот такой вот стержень, настоящий человеческий. Я ему хочу пожелать многих-многих лет жизни еще. Пусть он от нас не уходит никогда, пусть он будет всегда с нами, мы всегда ему найдем работу. За плечами Владимир Канабиха более 130 ролей. На сцену он всегда выходит с улыбкой и дарит радость всем сидящим в зале. Хотя в глазах и просматривается усталость. Для зрителей он вечно молод душой и бодрый. Что в сиянии, что в прощании, как в мире, бьет чертя все назло, за петру на всему слон. Бьет за рельсу, и за берегу, за петру на фронт, за петру на фронт. Владимир Канабих на ивановской сцене трудится почти полвека. За это время за ним прочно закрепилась амплуа героя-любовника. Однако актер готов сыграть любую роль. Без театра он не мыслит своей жизни. Я всегда, всегда считал себя нужным. И сейчас хочу быть нужным. Я не хочу уходить на пенсию. Потому что актер, который уходит на пенсию, это значит потерял себя. Я не хочу Гамлета сыграть. Нет. Я хочу, чтобы я был занят. Чтобы меня, понимаете, ну иначе я просто умру. Ну я столько работаю. Я с 14 лет работаю. С 14 лет все лошади сдохли, трактора сломались. И я этим горжусь, потому что я поддерживаю себя. Все делаю для того, чтобы как-то поддержать и держаться на плаву. В подготовке бенефиса приняла участие почти вся труппа театра. Вопрос, что показать ивановским зрителям, даже не возникал. Трудность, скорее, заключалась в том, как продемонстрировать все грани таланта за один вечер. Любовь Почерникова, Андрей Семьолков, РТВ Иванова.